Всем привет! Меня зовут PixelMist. Сейчас я вам покажу, как можно при помощи программы Surf Editor настроить под себя каждый предмет, каждую одежду в моде Survarium Clothing, именно в версии для бродяг. Переходим по ссылке на мой Google Диск. Здесь можно получить старый конфиг со всем, как я считаю, должно быть для хардкора полного. Но если вам вдруг не нравится, что-нибудь еще в этом роде, заходим в Surf Editor, выбираем либо 32-битную, либо 64-битную программу, в зависимости от того, какая у вас система. Скачиваем. После скачивания не забудьте проверить программу на вирусы. У вас наверняка есть какой-нибудь антивирус, правильно? Вот. И это я буду только благодарен, потому что у меня антивируса нет, кроме как Windows Defender, хотя он считается не самым лучшим, но и далеко не самым плохим. Ладно. Устанавливаем. Здесь такой простой у меня установщик. Ну и сейчас оно установится, появится на, как он называется, на рабочем столе. Закончить. Вот у нас появилось Surf Editor DZ Standalone. Заходим. Все, у нас игра загрузилась. Ой, фу, игра. Программа загрузилась. Ну, я музыку здесь настроил. Если вдруг вы захотите по какой-то причине ее послушать, пока делаете там для атмосферы, да. Вот. Значит, есть... Редактировать мутантов не работает пока что, потому что я не знаю, что там можно редактировать. Зато работает редактировать крафт и редактировать одежду. Редактировать крафт откроется просто Craft Maker. Сейчас покажу. Да, здесь об этом скажется. Прямо внутри, как он называет, программы. Вот. Но нам нужно другое. Нам нужно редактировать одежду. Заходим. И видим здесь кучу настроек. На самом деле это гораздо проще, чем самому делать все, да. Значит, смотрите. Выбираем каждый предмет, который есть в игре, да. Здесь, вот, к примеру, можно выбрать Jacket Shoulders, да. То есть, прокачанную версию телогрейки. Здесь сразу написано, вот, телогрейка, бродяги с наплечниками. Можем поменять ей название. К примеру, можем взять, написать, куртка пацана, да. Здесь же можно изменить описание. Если у вас сервер метро, к примеру, вам не подойдет, как он называет, описание для сурвариума, да. И можно написать, что это телогрейка, сшитая в туннелях метро из того, что было. Точка. Вот. Можем поменять вес. Ну, давайте, по приколу, 20 килограмм поставим. Я не стал больше ставить, потому что, ну, нет таких предметов, которые должны весить больше 20 килограмм из одежды. Размер выбираем, да. Ну, 0 на 0 ставить я явно не рекомендую. Я даже не знаю, что из этого будет. Вот. Можно поставить слоты. То есть, жалуются мне часто, что слотов мало, хардкорно. Пожалуйста, поменяли. Промокаемость. Слово, конечно, не сильно подходящее, но это то, насколько у нас одежда будет промокать. Сколько она... Ну, то есть, 0 это как дождевик будет один, и как что-нибудь другое. Теплота. Наоборот, там холодно, горячо будет внутри этой куртки, да, жарко, тепло. Здоровье. У предмета сколько, да? Больше 300, я не думаю, что кому-то надо будет. Маскировка. Влияет на то, как вас могут заметить зомби. Если какая-то там одежда яркая, ставьте на единицу. Если это камуфляж, на 0,9. Не знаю, зачем вам там 0,7, но попробуйте на 0,7 поставить, если у вас что-то там нереально камуфляжное. Но все предметы игровые, которые с камуфляжем, обычно стоят на 0,9. Быстрые слоты. Помните, у нас 1, 2, 3, 4, 5 до 0, да, цифры? Это вот оно, сколько добавляют быстрых слотов. Не нужно ставить сразу 10, иначе у вас чувак одевает эту шмотку, и у него сразу 10 слотов появляется быстрых, да? Ставьте 1, 2, там, ну, 3 максимум. Защита от газа. Смотрим внимательно. Возможность защиты от газа и болезни. Желтый нет, зеленый да. Горит желтым цветом у нас вот эта надпись, значит, ставить на единицу бесполезно. Не будет работать, потому что у нас есть слоты какие-то. Конкретно у этой куртки можно положить ножик внутрь. Дальше. Здесь, если что, есть еще подсказки, где объясняются какие-то не особо очевидные вещи, да? К примеру, как создавать конфиг, здесь немножко написано, я сейчас покажу. Вот, теперь мы перешли к последнему этапу, это броня. Читаем внимательно. Чем больше число, тем хуже защита. То есть, если я сейчас поставлю вот здесь вот на ноль, то когда будут стрелять в человека вот в этой куртке, пока она не сломается, не станет заруиненной, к примеру, он не будет получать урона. Хотя на самом деле он не будет получать урона до того момента, пока она не станет поврежденной. Потому что тогда уже пропуск урона ум увеличится. То есть, это то, насколько пропускает урон. Не насколько защищает, а насколько пропускает. Мне так было легче и удобнее сделать без дополнительных вычитаний из единицы то, что вы тут делаете. Не думаю, что это сильно сложно, если вы прочитаете внимательно то, что написано желтым цветом, и настроите под себя. РГД-5 это граната, просто сэкономил символы зомби, понятное дело, ножи это то, что там все колющее и режущее. Значит, кстати говоря, описание и название без кавычек. Специально написано, поставите кавычки, конфиг перестанет работать. Не стал ставить никакого там защиты от дураков, потому что дураки, в общем-то, этим не занимаются. Ну, мододелство и сервер создания. Значит, все, настроили предмет, как хотели. Нажимаем добавить вещь. Конфиг не пуст, вы начали работать. Это нужно для того, чтобы понимать, можете вы сохранить или не можете сохранить файл. Хорошо, с этим разобрались. Теперь давайте следующий предмет. Смотрим, опять помигало, желтым цветом, значит нельзя ничего исправить. Здесь по поводу защиты от газа и болезни. Кстати говоря, когда выбираете предмет, выставляются стандартные характеристики, которые я посчитал правильными для хардкора. Не нравится, сколько у вас слотов здесь? Пожалуйста, сделайте больше. Никто не запрещает. Добавляете вещь еще одну. И вот так для каждой вещи. Пошли, поехали. Если не надо какую-то вещь, к примеру, парочку вещей только нужно. Берем, выбираем то, что нам нужно. Намовляем добавить вещь. Когда мы закончили, нажимаем сохранить. Ну, я вот конкретно сохраню на рабочем столе сейчас. Конфиг. Ой, по-русски пишу. Ну, что я тут буду делать? Конфиг. Сохранить. Все. Сохранилось. Тут же можно, ну, открывается файл. Можно посмотреть характеристики. Кортка, пацана, телогрейка, сшитая. 20 тысяч граммов, то есть 20 килограмм. И все в этом уровне. Не помню, чем мы там еще меняли. Но, вот, к примеру, у телогрейки Баларброяги точно не 6 на 6 инвентарь. Вот. Это все. Как бы все. Вы справились с работой. Все. Прошлись по всем предметам. Построили как хотели. И, соответственно, у нас после этого сохранился файл конфиг. Что мы дальше делаем? Заходим на локальный диск P, где у нас есть серверный наш мод. И просто туда закидываем этот самый конфиг. Ну, давайте я закину за меню конфиг стандартный на вот этот, который мы только что сделали. И теперь нужно зайти в DayZ Standalone, точнее в DayZ Tools и забилдить наш мод. То есть все, там ничего не надо редактировать, никакого геморроя, там, вскрывать этот мод, что-то еще делать, какой-то фигней заниматься. Просто настроили под себя, аддон билдер запустили, запаковали. Все. Захотели там что-то добавить, какой-то крафт. Нажали редактировать крафт, перешли сюда. Посмотрели видеоинструкцию. И, как его называют, разобрались с тем, как это работает. Это отдельное видео, потому что. Ну, теперь запускаем игру. И смотрим, что у нас получилось. Я, чтобы сэкономить место на диске, поставлю на паузу. Все у нас загрузилось. Самое приятное заключается в том, что, вне зависимости, что вы там натворите с этими предметами, у нас, как его называют, заработает без проблем вообще, как его называют, крафт вещей. Пенс и анамбурз, они не должны появляться, потому что я их не удалил из оригинального мода. И у нас не спавнится, значит, один предмет, который с прокачанной телогрейкой бродяги. Давайте посмотрим, в чем дело. Я так подозреваю, потому что у него размер 0 на 0. Да нет. В общем, я сейчас гляну и решу эту проблему. Не суть важна. Суть важна другое. Я даже, кстати говоря, понял, почему не работает. В самом моде проблема. Потому что нет такой вещь, как Jacket Shoulders Color Base. Не на чем создавать этот файл. Сейчас я его сделаю. В самом моде проблема, не в программе. И она будет работать. Ну и вот, мы делали с вами на 6 слотов. 6 на 6, то есть тут должно быть 36 слотов. Да. Вот, пожалуйста, 36 слотов, как хотели. К сожалению, на 20 килограмм поглядеть не получится, потому что не заспавнился предмет. Мы это сейчас исправим. Все. Вот так просто работает эта программа. То есть, видео вышло на 10 минут. Это с объяснениями, как предметы делать. Так что, да. И я не договорил, по-моему, или сказал, не помню. Что самое приятное, что не важно, что вы натворите с предметом, крафты, которые я сделал, они будут работать. Я их вынесу в отдельное ПБО. То есть, что можно будет вообще без крафтов играть. И, соответственно, сделать полностью свои крафты. Но сам факт того, что оно работает, это безусловный плюс. Так что, мне аж хочется показать еще раз, как это все легко работает. Редактировать одежду, что-то потыкали. Добавили вещь. Что-то изменили. Добавили вещь. Добавили вещь. Некоторые фотки смешные. Я согласен. Я не стал, как он называет, париться насчет... Насчет этих картинок, aspect ratio по-английски и соотношение ширины к высоте. Я не стал этого делать. Потому что, по-моему, здесь и так понятно, да, такой предмет, за что отвечает. Потом, когда будет время, я сюда вставлю, типа видосик будет крутиться предмет. Будет прям прикольно видно. Вот. Добавляли вещей. Сохранили. Просто цифру один сейчас поставлю, чтобы не перезаписывать тут. Все. Вот там что-то 9, 900 этот размер, ой. Какой-то вес. Куртки и все в этом роде, да? Все, поздравляю. Вот так вот легко это все работает. Значит, желаю успехов в ваших начинаниях. Если что, спрашивайте, только без тупых вопросов, как там, не знаю, как-нибудь самоопределить, тупо вопрос или нет. Лишний раз лучше не писать. Хотя пишите, что я не знаю, просто я сейчас спать уже хочу. Спасибо.